Несладкая жизнь, зачистка в городской администрации и гном, который не смог. С вами Маргарита Матевшинская с неформальным позитивным выпуском новостей. Поехали! Если кто с тревогой и страхами не справился, веселые темы и веселушки пока доставляют эмоциональный дискомфорт, то три предыдущих выпуска для вас, чтобы наладить внутренний покой. А пока новость такая. Сладкая лихорадка, деньги в песок. Неожиданно для всех и для себя, в том числе, россияне ринулись к прилавкам закупаться в сахар. И еще. И еще. Почему именно им? Непонятно. До пандемии, помнится, была мода на подсолнечное масло, пандемию на гречку и туалетную бумагу. Теперь, когда первого, второго и третьего, хоть сами знаете, чем ешь, переключились на сахар. Люди! Остановитесь! Слитница. Полкомнаты еще бумагой забита. Ее куда тогда? Эксперты уверены, все дело в спекулянтах и самогонщиках. Первые мечтают скупить все и после купаться в роскоши, вторые шмугают сизыми носами. Но судя по вот этим кадрам, бабушки по старой памяти решили провести соцсоревнования. Кто больше затарит и резвее унесет? Сергей Сергеевич, миленький. Ну хоть вы скажите им. На сегодняшний день достаточно. В городской администрации продолжается субботник. Идут зачистки. Силовики нагрянули в управление архитектурой. Их заинтересовала передача земель в районе села Лаишевка под жилищное строительство. Нет, не местечко пришли себе выбивать, а правду выяснять. Ведь все действия чиновников оказались якобы незаконными. Реакция мэрского спикера последовала медленно. Администрация города Ульяновск порицает любые формы проявления коррупции и будет оказывать всестороннее и полное содействие сотрудникам следственных органов в проведении расследования. Не так давно то же самое говорилось о проблемах в управлении дорожного хозяйства. Могу посоветовать записать сакральную формулу сразу под все управления. На всякий случай. Ни на что не намекаю, верю в честность и непогрешимость всех и каждого. Но, чтобы, как говорится, два раза не вставать. Железнодорожный район, переулок благодатный. Несколько месяцев утопает в фекалиях. Мы в дерьме! Такая вот благодать. Виноват, как часто в последнее время бывает, застройщик. Вместо насосной станции клубного дома опустил в ближайший колодец насос гномы и подземный житель не выгрузит. Дерьмовый гном, в общем. Оказалось, что все опять через место, которое слиплось. В порядке ввода дома в эксплуатацию нет упоминания о проверке, исполнении условия по подключению к инженерным сетям. Так доложил лично губернатору министр ЖКК Черепан. В итоге Алексей Русских попросил впредь такие дома клубными не называть. А Черепану посоветовал рвать и метать. По зубастей работайте, порядок надо наводить. Резюмировал глава региона. На этом все. Будьте на позитиве, друзья. Помните, что некоторые ситуации мы не можем контролировать. Ну а веселиться иногда очень нужно. Всем пока! С вами была Маргарита Матюшинская. До новых встреч!